всем привет и добро пожаловать на мой канал с вами мила сегодня мы с вами поедем в город пирас и так мы огибаем бококотерскую бухту посмотрите какой красивейший вид на эти горы но нам еще ехать с вами где-то 15 километров ну что ж поехали очень очень красивый пейзаж горы просто завораживают посмотрите на этом летние горы какие-то в зелени где-то камень а теперь я хочу а теперь я хочу обратить ваше внимание вот туда вдаль посмотрите здесь очень четко видно именно вот этот вот вход в бококотерскую бухту вот этот вот короткий залив где проезжает проплывает вернее паром об этом я рассказывала в моих предыдущих видео обязательно посмотрите кто еще не посмотрел подписка с вас на канале лайк то есть вот это очень хорошо видно и на с этой стороны и поэтому я попросила оператор остановиться чтобы вы это увидели ну что ж на въезде город пирас на встречать такое замечательное кафе где пиратские пушки пиратские кандалы кстати знаете какой было самое страшное наказание у пиратов это когда провинившихся оставляли на необитаемом острове чуть-чуть главное чтобы умил был пистолет и чуть-чуть пороха шансов спастись фактически у таких людей не было и как правило плохо оставляли для чего для того чтобы человек сам свел все это жизнью вот такие вот были жесткие законы и вот мы с вами в пиратском кафе и что у нас написано там пиратская мудрость гласит первым после 10 утра и не будь алкоголиком ну что посидим немножко здесь а потом пойдем дальше посмотреть сам город и так мы на набережной город пират но сейчас мы с вами набираемся в городской музей расположены на одной из наикрасивейших построек антратическое побережье то есть мы сейчас с вами направимся в дворец в я вич и здание спроектирована знаменитым венецианским архитектором джованни батисты вот мы внутри музея мы начинаем делать съемку и вот нас тут с вами ждет сюрприз вот так теперь мы будем смотреть только фотографии нам сказали фотографировать можно но снимать видео нельзя вот смотрите макеты кораблей сделаны с хорошей большой точностью это очень интересно любители мореходства прошу пожалуйста посетить музей исторические костюмы старинные украшения богатая коллекция оружия и конечно же портреты знаменитых мореоплавателей также представлены исторические документы книги но также и естественно морские инструменты того времени те которые пользовались моряки то есть любители пожалуйста добро пожаловать в этот музей вы не пожалеете потому что это действительно очень красиво книги вот судоходные журналы того времени то есть ну и конечно же оружие но как же без пушек ведь это же поставить страна во все века очень много-много воевала защищая свои границы наградные материалы портреты портреты князей конечно же и портреты здесь тоже есть ну в общем все вам не перефотографируешь не покажешь только немножко вот сабли пики ну и конечно же да мушкеты да огнестрельное оружие вызывает особый интерес сохранять кстати очень очень хорошо также предметы быта есть и конечно же одежда так что любители старины я приглашаю в этот музей посетите не пожалеете нам и пойдем дальше а это у нас высокая колокольня она кстати колокольня у нее высотой где-то 50 метров по документам это у нас католический храм а церковь возвели еще в шестнадцатом веке вообще улочки пероста это вообще так скажем погружение в середину веков здесь все осталось таким собобытным что вы можете идти и этим наслаждаться вот такие узенькие улочки можно даже побегать по ступенькам ну как вам красота города мне понравилось а вам и так город перст если вы хотите оказаться в старой европе пожалуйста добро пожаловать в этот город чем он хорош что во времена за все время землетрясений которые здесь довольно таки часто он фактически не пострадал история этого города уходит глубоко в века но расцвет он получил после четырнадцатого века когда сюда пришли венецианцы именно в этой бука-котовской бухте у этого города стояла потом до 100 кораблей и многие капитаны считали честью жить в этом городе и иметь здесь свой флот вот такая вот насыщенная история этого маленького городка в бука-котовской бухты он реально сейчас маленький и сейчас недвижимость колоссально дорогая потому что здесь говорят что стоимость отходит от 1 миллиона евро за одно здание город действительно маленький буквально метр на метр шириной его можно легко пройти но здесь есть музей здесь есть эта самобытность и здесь есть эта замечательная архитектура ну и конечно же история история которая здесь просто чувствуется везде так что если вы хотите здесь побывать добро пожаловать вы точно не пожалеете а с вас подписка и лайк на мой канал пока пока